Друзья, всем привет! С вами Виктор, вы на канале про часы, и мы продолжаем тему отбора лучших часов уходящего года. Напоминаю, что Best Watch проводит большой новогодний розыгрыш. В каждом из шести видеообзоров, включая этот, можно выиграть вот такие интересные часы Bullova Classic. Классическая модель, трехстрелочник, индикация даты. Эти часы точно понравятся большинству из вас. Они абсолютно универсальны и будут идеально сидеть на вашем запястье. Кроме того, опять-таки, в каждом из шести этих обзоров будет разыгрываться персональная именная единоразовая скидка 20% на любые часы из ассортимента Best Watch. Ну и, конечно, главный суперприз. Для тех, кто будет смотреть все шесть обзоров и активно участвовать в комментариях, мы разыграем вот такие часы Bullova Pilot A15. Я уже делал подробный обзор этой модели, можете перейти по ссылке в описании и все внимательно посмотреть. И на этих часах мы сделаем специальную гравировку от YouTube-канала про часы и магазина Best Watch. Так что смотрите все выпуски, участвуйте и вам обязательно повезет. Ну а сегодня мы поговорим о часах, стоимость которых в районе 100 тысяч рублей. Давайте на них детально посмотрим. Ну что, друзья, начнем наш обзор и начнем с лимитки конца 2021 года от Casio. Суперновинка Casio MTG. Эти часы попадают только в магазины G-Shock Premium. У Best Watch есть такой магазин и именно оттуда мы взяли эту модель на обзор. Часы в единственном экземпляре и не факт, что останутся к моменту выхода ролика. Углубляться в технические характеристики этих часов не хочется. Всю информацию можно найти на сайте по ссылке в описании. Самое интересное, конечно, это дизайн данной модели. Рисунком дизайнеры марки выбрали природную расцветку горы Винни-Кунка, которая находится в Перу. В данной модели уникален не только безель. В деталях корпуса преобладает цвет розового золота с некоторыми синими и пурпурными оттенками. Вообще, корпус MTG B2000 выполнен из металла и тут отсутствует какая-либо полимерная прослойка, как в предыдущих поколениях MTG. А внутри модуль часов надежно защищен карбоновым монококом. Кстати, собираются такие модели исключительно в Японии. Ну и здесь применена технология CoreGuard. Это повышенная защита от царапин, сапфировое стекло сферической формы и антиблик. Модель идет на черном полимерном ремешке. Функционал, в принципе, точно такой же, как и у предыдущей модели MTG 1000. Основные различия здесь именно во внешнем виде. Часы полностью защищены от падений, влияния центробежной силы, перегрузок и вибраций. А также оснащены солнечной батареей и водозащитой на 200 метров. Но все эти технические характеристики, на мой взгляд, здесь вторичны. Можно просто наслаждаться игрой цвета на безеле, на циферблате, на стрелках, на метках и, в принципе, полностью на всех этих часах. На мой взгляд, они великолепны. Смотрятся безумно эффектно. Ну и то, что порадует технически продвинутых пользователей, здесь есть Bluetooth-синхронизация и часы без проблем можно подключить к вашему смартфону. Подробно техническую информацию можно рассмотреть и на задней крышке данной модели. Все-таки, глядя на эти часы, сложно их ассоциировать с G-Shock. На мой взгляд, это уже ближе к какому-то арт-объекту, к современному искусству. Так обыграть цвета этого природного рельефа довольно непростая задача. Но при этом часы отлично справятся с любыми нагрузками и явно выделят вас среди окружения. Мне кажется, это очень достойное приобретение. Продолжаем наш обзор и на очереди Фредерик Констант. Вот такая немаленькая коробка, ну и внутри нас ждет тоже кое-что удивительное. Это комплект. Не только часы, но и модель автомобиля. Ну и конечно, не обошлось без документации. Здесь и инструкция, и сертификат подлинности, и вся информация о данной модели часов Фредерик Констант. Что же мы получаем? Давайте взглянем немного подробней. Кто из нас в детстве не мечтал о такой машине, ну или как минимум о модельке этого автомобиля? Теперь у нас есть уникальный шанс. Два в одном. И машинка, и часы в комплекте. Этот автомобиль здесь находится не просто так. Дело в том, что эта модель Фредерик Констант, она естественно лимитирована. Есть всего 888 экземпляров. И часы эти называются Винтаж Ралли Хилли. Они были созданы в сотрудничестве с британским брендом спортивных автомобилей Остин Хилли. Тут классический, но в то же время спортивный дизайн. Он воплощает в себе дух гонок на старинных автомобилях и отдает дань уважения британским автогонкам благодаря цвету циферблата. Ну, кстати, он повторяет цвет кузова данного автомобиля. Что же мы видим, взглянув непосредственно на сами часы? Это классический стальной корпус с великолепной отделкой. Качественный кожаный ремень с такой перфорацией, которая как раз и намекает на вот этот дух автогонок, на спортивные автомобили. И довольно много брендов сейчас используют подобные намеки в своих часах. Данные часы механические. Здесь используется калибр Фредерик Констант 345 на 31 камне. Частота его 28800 полуколебаний в час, а запас хода 38 часов. Данный механизм скрыт за завинчивающейся задней крышкой. Здесь также есть изображение автомобиля, который как будто мчит по зимней трассе. Не знаю, почему я решил, что трасса именно зимняя. Наверное, на это намекнули елки возле автомобиля. Ну, а сейчас преддверие новогодних праздников. На циферблате, естественно, есть логотип бренда Фредерик Констант. Ну, а ниже надпись Хили. Малая секундная стрелка и окошко даты в позиции 3 часа. Мне очень нравится в данной модели разделение двух шкал. Наружная минутная шкала и внутренняя часовая разметка. Все это лично мне напоминает как раз приборную панель автомобиля. Напишите, какие у вас ассоциации, глядя на эти часы. Ну, и что самое важное, эти часы, они и спортивные, и классические в то же время. Я бы сказал, что это такой спортшик. Вне всяких сомнений, часы великолепно сидят на руке. Диаметр корпуса 40 мм и он отлично впишется на любое запястье. Цена данной модели больше 100 тысяч рублей. Но в любом случае, я бы сказал, что они выглядят дороже, чем есть на самом деле. Если вы фанат спортивных автомобилей или гонок, то такие часы просто обязаны быть в вашей коллекции. Ну, а мы перейдем дальше. На очереди премиальные Orient Star. Действительно изысканные часы. Классические часы в стальном корпусе с великолепной обработкой и вниманием к деталям. Здесь мануфактурный калибр F7 и мы можем наблюдать его через прозрачную заднюю крышку. Калибр, естественно, с автоподзаводом и возможностью ручного завода. Из дорогого сегмента Orient Star эти часы безусловный лидер продаж. Здесь везде мы видим стремление к совершенству. Ремешок темно-синего цвета и с синей прострочкой выполнен из крокодиловой кожи. Ручная обработка корпуса. Сочетание достойнейших усложнений. Здесь мы видим и запас хода, и календарь, и отображение фаз луны. Естественно, и открытый баланс. Давайте заведем часы и увидим ход секундной стрелки и движение баланса. Как видите, под позицией 12 часов и находится отображение индикатора запаса хода. Сейчас стрелка уже перевалила за 20 часов. Вообще, индикатор запаса хода это особое усложнение. Непростое и достаточно редко встречается как в японских, так и в швейцарских часах. Данная модель, кстати, полностью сделана в Японии. Внизу, у позиции 6 часов, мы видим отображение фаз луны и малую стрелку, которая указывает на дату. Все эти усложнения позволяют часам стать абсолютно универсальными. Но обратите внимание на этот циферблат. Изначально он мне просто показался синим, пока я не разглядел его фактуру. Внутренняя часть циферблата имеет особый дизайнерский рисунок. Разглядеть его можно только под определенным углом. В последнее время, Ariane Star показывает все большее внимание к деталям. Здесь не только отделка корпуса, но и отделка механизма. Да, сзади он выглядит великолепно. Но вот что касается открытого баланса. Далеко не во всех часах, когда делают открытый баланс, настолько пристально следят за тем, как это будет выглядеть. Здесь же все на высочайшем уровне. Достойны ли это часы? Абсолютно точно могу сказать, что да. Сегодня Ariane Star показывает свою изумительную коллекцию, где есть и лимитированные модели, и не только. Все они вроде как похожи, но очень сильно отличаются. И уверен, у вас уже есть свои фавориты. Единственный возможный недостаток этих часов – это небольшая водозащита. Всего 5 атмосфер, либо 50 метров. Но все-таки это более классический вариант. Сомневаюсь, что в этих часах вы захотите плавать, или куда-то ходить в походы. Ну а для костюмника, либо для таких часов на выход – это более чем достаточно. Давайте продолжим погружаться в японскую культуру и взглянем на модель Seiko Presage Sharp Edge GMC. В этой модели дизайнеры Seiko воплотили простоту и утонченность традиционной японской эстетики. Все это мы можем увидеть, взглянув на циферблат данной модели. Здесь мы видим четко очерченный силуэт, выразительные линии и угловатые поверхности. Обратите внимание, как насыщает визуальное восприятие рельефный узор, который украшает данный циферблат. Этот узор называется Asanoha. В переводе с японского – остроугольный лист. Интересно, что данный орнамент можно обнаружить даже на древних артефактах японской культуры. Он наносился и на ткани, и на другие предметы более тысячи лет назад. В данной коллекции есть часы с несколькими оттенками циферблатов. В данном случае я держу в руках циферблат с оттенком Aitetsu, что означает «синяя сталь». Естественно, тут стальной корпус с великолепной отделкой и прекрасный стальной литой браслет. Стекла, конечно, сапфировые. Сапфировое и стекло на задней крышке, сквозь которое мы видим мануфактурный японский механизм. Какие же функции есть в данных часах? Ну, конечно, это две основные стрелки – центральная секундная стрелка и стрелка GMT. Давайте попробуем посмотреть, как это все работает. В крайнем положении мы можем вращать стрелки, и стрелка GMT вращается вместе с основной часовой стрелкой. Ну, вот что интересно, как же нам быстро сменить часовой пояс? Если мы перейдем в первое положение, мы можем передвигать только часовую стрелку, не меняя даже положение минут. Меняя часовые пояса, путешествуя, такой формат наиболее удачен. Помимо стрелки GMT здесь есть еще и указатель запаса хода в позиции 9 часов. Естественно, часы обладают возможностью и ручного подзавода, и сейчас мы можем наблюдать, как растет запас хода данной модели. Ну, а внизу в позиции 6 часов очень необычный индикатор – это отображение даты в виде такого диска. То есть, как будто это малая секундная стрелка, но она как раз и показывает нам дату. И хочется еще раз обратить внимание на заднюю крышку, на это сапфировое стекло и на мануфактурный калибр GMT 6R64. Там 29 камней и запас хода 45 часов. Данная модель имеет диаметр корпуса 42 мм, при этом часы отлично сидят даже на небольшом запястье. И обратите внимание на еще один интересный момент. Внутри, под стеклом, между стеклом и циферблатом, есть специальная разбивка. Мы видим более синюю сторону и такую, я бы сказал, оранжевую. Это сделано для более легкого восприятия дневного и ночного времени. А теперь давайте взглянем на Raymond Well. Это швейцарские часы, довольно интересная коробка, и внутри нас встречает такой, я бы сказал, travel case. И в нем непосредственно и лежат часы. Вообще, Raymond Well это швейцарская компания и это классическая семейная фирма. Там три поколения часовщиков. В моделях Raymond Well симбиоз инноваций и традиций. Эти часы созданы для интеллигентных и скромных людей со стержнем и хорошим вкусом к жизни. Это ограниченная серия и выпущено всего полторы тысячи экземпляров. Черный циферблат данной модели украшен культовой головой льва, который узнает каждый поклонник Боба Марли. И обратите внимание на цветовую палитру. Здесь мы видим желтый, красный, зеленый. Да, это не только флаг Эфиопии. Это еще и символ растафарианства. Давайте взглянем на заднюю крышку. Она здесь завинчивается. И что приятно, мы видим автограф самого Боба Марли. Уверен, для ценителей это будет отличным подарком. В данной модели однонаправленный вращающийся безель, который выполнен из черного и серого анодированного алюминия. Здесь также есть функция GMT и окошко даты. Давайте посмотрим, как происходит смена времени в этой модели. В крайней позиции стрелка GMT четко следует за основными стрелками. Но в предыдущей позиции, вращая в одном направлении, мы можем переводить только зеленую стрелку GMT. Ну а если будем вращать заводную головку в другую сторону, происходит быстрая смена даты. Заводная головка в данной модели, кстати, завинчивается. И часы имеют очень неплохую водозащиту. Целых 300 метров. На что хочу еще заострить внимание, это на браслет и застежку. Обратите внимание, что она не закрывается любой стороной. То есть, когда мы закрываем одну сторону, другая сторона с логотипом Raymond Well как раз и перекрывает весь браслет. Выглядит очень симпатично и очень четко подчеркивает симметрию. В целом, часы оставили у меня хорошие впечатления. Это достойный экземпляр. И для фанатов музыки, особенно для фанатов Боба Марли, это будет отличным экземпляром в коллекцию, даже если часами вы не особо интересуетесь. Ну и завершает наш обзор модель Seiko Astron. Эту модель вы могли заметить на руке Бориса Байко, основателя Best Watch, когда мы обсуждали часы для путешествий. Что же такое Seiko Astron? Это действительно культовые часы. В этом году коллекция пополнилась двумя новинками в 39-мм стальном корпусе и водонепроницаемостью до 100 метров. У меня в руках как раз одна из них с лаконичным черным циферблатом. Однако, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Это часы со встроенным GPS-приемником, определяют часовой пояс, дату и точное время. Добавьте сюда вечный календарь до 2100 года и отображение оставшегося запаса заряда батареи, и функционал уже выглядит не столь скромным. Циферблат этих часов состоит из нескольких уровней, благодаря чему накладные индексы как будто парят над поверхностью циферблатной пластины. На довольно крупные стрелки и индексы этой модели для лучшего считывания показаний в темное время суток нанесено люминесцентное покрытие LumiBright. А за функционал отвечает фильменный калибр GPS Solar 3X22, питающийся от любого источника света. Кстати, срок работы аккумулятора с полным зарядом около 6 месяцев и до 2 лет в режиме энергосбережения. Соответственно, вы можете положить часы, достать их через год, и они будут показывать точное время. А примерный срок службы аккумулятора около 10 лет. Интересно, что точность хода этой модели плюс-минус 1 секунда в 100 тысяч лет, с учетом автоматической спутниковой коррекции точного времени и плюс-минус 15 секунд в месяц без использования GPS. Ну а корпус часов выполнен из нержавеющей стали с супертвердым покрытием и дополнен прочным керамическим безелем. Утилитарный и практичный вариант для долгой, и я бы подчеркнул очень долгой службы. Это новинка. Практичность видна во всем. Точность атомных часов. Представьте себе до 15 лет без замены элемента питания. Антибликовый сапфир, керамический безель, классический дизайн, который вне времени и вне конкуренции. Я считаю, что это модель на все случаи жизни. И под костюм, и под поло, да и просто выйти на пляж. При путешествии сквозь часовые пояса, по делам или просто за приключениями Астрон всегда будет актуален. А вы будете с ним на высоте. Ну что, друзья, напишите в комментариях, какие из представленных моделей вам понравились больше всего. А возможно, какие-то часы хотите на более детальный, доскональный обзор. Ну а теперь условия розыгрыша. Напоминаю, что в этом видео мы разыграем вот такие классические часы Булова. Универсальные, очень удобные. Наверняка будут хорошо смотреться на вашем запястье. А также разыграем персональную скидку в 20% на любые часы из ассортимента BestWatch. Что нужно сделать, чтобы участвовать в этом розыгрыше? Естественно, подписаться на канал про часы, подписаться на рассылку BestWatch, выбрать самые дорогие часы Casio из ассортимента BestWatch и в комментариях к этому видео написать их название и то, почему они вам понравились. Понравятся ли вам стрелки, браслет или что-то другое? Напишите, будет интересно узнать именно ваше мнение. Ну и, конечно, супер-приз, вот эти пилотские Булова А15. Чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, вам нужно выполнить условия всех шести видеороликов, и тогда вы сможете побороться за наш главный приз. Все результаты мы, конечно же, подведем в прямом эфире уже совсем скоро, перед Новым годом. Вам всем удачи, увидимся в новых выпусках. Пока!